Добрый день, уважаемые коллеги! Мы продолжаем нашу вебинарную неделю, и сегодня у нас будет очередной и очень интересный вебинар. А как всегда, перед тем, как передать слово нашему сегодняшнему спикеру, я хотел бы сказать пару слов и проанонсировать наши будущие вебинары. Вот в начале чата, и спасибо Владимиру, что он продублировал эту фразу, вы видите уже даже не только в начале, вы видите две важные ссылки. Одна из них ведет на наше расписание, на наш сайт, главная страница его это расписание. И в этом расписании вы можете увидеть вебинары с нынешней недели, а также вебинары внизу, интерактивные расписания на весь наш год учебный, вплоть до июня месяца. Соответственно, если вам интересно, можете это расписание пролистать и тут же зарегистрироваться на те мероприятия, которые вам интересны, как бы далеко по расписанию они не располагались. Ну и вторая ссылка отвечает на вопрос, где будет располагаться запись текущего мероприятия. Запись ведется и будет она располагаться на нашем видеопортале на ютубе, видеоканале на ютубе. Там уже лежит почти, если не изменяет память, как раз вот этот вебинар у нас будет юбилейным. 250-я запись будет у нас на нашем канале на ютубе. Там вы сможете найти не только этот вебинар, но и вообще все вебинары, которые мы проводили когда-либо. И все, которые мы будем проводить, мы туда обязательно положим. Так что подписывайтесь на наш канал и будете располагать все информации о том, что у нас в Директ Академии происходит. Ну и наконец, я хотел бы проанонсировать два вебинара следующих. Это завтрашний вебинар, который называется «Как преподавателю стать тьютором. Путь к долгосрочной конкурентоспособности о тьюторстве». И первый вебинар весны, 1 марта будет вебинар «Видеостриминг в учебном процессе и бизнесе практикум». Вот милости прошу прямо сейчас регистрироваться на эти вебинары и приходить на них. Ну что ж, не буду долго ваше внимание на этом концентрировать. Сегодня у нас должен быть, я предчувствую, чрезвычайно интересный вебинар. Владимир Новомов – это человек, которого я давно хотел пригласить к нам. Владимир Новомов – он человек из нашего сообщества онлайн-обучения, которого я знаю, уже не знаю, наверное, больше 10 лет и действительно гуру в своем направлении. И я надеюсь, что сегодня нам с вами не будет скучно, а будет наоборот очень интересно. Я сам с удовольствием эту тему с ним пройду, потому что для меня эта тема, ну, достаточно тоже интересная и актуальна. Ну что ж, давайте смотреть и участвовать в вебинаре, и я приглашаю Владимира на связь. Так, Володь, не слышу звука. Что-то случилось со звуком. Так, вот теперь должно быть хорошо со звуком, да? Появилось. Ага, спасибо, Павел, за представление. Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мы обратимся к миру идеального. И как из идеального вылепить реальность? Вопросы сегодняшнего вебинара были анонсированы давно. Два слова скажу о себе. Вот Павел уже меня представил. Я достаточно давно занимаюсь электронным, смешанным и дистанционным обучением. Для меня это совершенно разные вещи. Кстати сказать, достаточно активно и приходилось заниматься и в качестве разработчика, и в качестве преподавателя, и в качестве тренера, уважаемых коллег. Так, вот физически я нахожусь в Минске. Вот, надеюсь, у вас сегодня мороз и солнце, как и у нас здесь, наконец, в конце зимы. Вот, и мы с вами приступаем к работе. Но сначала давайте представимся и познакомимся, кто мы и откуда мы. Напишите, пожалуйста, город, там, регион, в котором вы живете, и при помощи цифры или же при помощи буквы укажите, пожалуйста, кто вы, чтобы я представлял, кто из нашей аудитории. Вот, ну, я посмотрел, в основном вузы и немножко корпоративного обучения у нас есть. Ну, и надо полагать, что люди, работающие в системе повышения квалификации, тоже здесь присутствуют. Вот. Ну, пока вы отвечаете, уважаемые коллеги, вот на что я обратил внимание, сегодня много белорусов. Неужели белорусы просыпаются к смешанному и дистанционному обучению? Пока у нас достаточно тихо на этом рынке, к сожалению, вот, только вот некоторые персонажи шумят. Ага, есть у нас и Краснодар, и Хабаровск. Вот, коллеги, ну, вы можете продолжать, да, указывая, откуда вы и где вы работаете, а я, чтобы мой светлый образ не раздражал вас и не отвлекал вас, активно работать. Итак, в смешанном обучении существуют различные представления. Я даже недавно встретил такую интерпретацию, что электронные материалы, выложенные, скажем, в какой-то ЛМС, или просто электронные файлы на каком-то сайте, плюс вебинары, это и есть смешанное обучение. Да, вот здесь скромно заметная ссылка сереньким цветом. Вот, и посмотрите, какие интересные у нас вещи оказываются. Оказывается, к очному обучению у нас относятся вебинары, видеоконференции и скайп-коучинги. А другие формы обучения face-to-face относятся к аудиторному обучению. Вот, определений много. Вот, и мы с вами давайте определимся и попробуем разобраться, а какие же составляющие, по большому счету говоря, да, и создают, ой, извините, уважаемые коллеги, одну секундочку, я открыл не тот опрос. Сейчас я, извините, в спешке открыл не тот опрос. Итак, я запускаю опрос, у вас есть возможность внизу ввести и свой вариант ответа, и давайте мы с вами проголосуем. Виден опрос вам, коллеги? Ага, пошли ответы. Итак, для того, чтобы у нас собралось, да, полноценное, да, из минимального набора составляющих смешанное обучение, какие нам ингредиенты нужны? Итак, пока у нас впереди вопросы аудиторное, очное, лицом к лицу, да, оффлайн-отключение, онлайн-обучение, да, а также, так, достаточно много ответа интеграции опыта обучения с преподаванием группового и самостоятельной работы, понятно, которая может быть и онлайн, и оффлайн, и так далее. Ну что ж, голосование у нас идет, не очень активно. К сожалению, пока мы голосуем, я постараюсь уложиться в час, а потом примерно полчаса у нас будет отведено для ответов на вопросы, если таковые, конечно, будут возникать. Понятно, что мы с вами можем выбирать несколько вариантов ответа, или все, да, включая дополнительные. Так, так, ну, пока лидирует у нас свой ответ, и дистанционное сетевое онлайн-обучение, да. Так, аудиторного у нас меньше, чем дистанционное, да. То есть может ли быть смешанное обучение вообще без очки? Философский вопрос, да. А может быть не в этом-то все дело зарыто, на самом-то деле. Ну что ж, коллеги, я сейчас еще посмотрю свободные ответы, вы можете продолжать голосовать. Так, ага, а свободных ответов у нас, извините, и нет, это я не в ту строчку посмотрел. Итак, в лидерах у нас ответы. Дистанционное сетевое, а то есть онлайн-обучение, когда к другому участнику или к какому-нибудь интерактивному ресурсу подключен ученик, да, вот, интеграция опыта обучения с преподавателем. Ага, появляются. А вот возможность ученика влиять на время, место, скорость и сроки обучения, да, получает у нас несколько меньше ответов. Но пойдемте дальше. Я, мои коллеги, закрываю опрос. И обращаю ваше внимание, уважаемые коллеги, на то, что существует два взгляда на смешанное обучение. Обыденный, который говорит о том, что смешанное обучение включает в себя аудиторное обучение и дистанционное обучение. Ну и соответствующая ссылка, она активна. Вы можете скачать по закладке ресурсы презентацию сегодняшнего вебинара и другие материалы, которые предоставил вам Павел Калинников и которые, там, предлагаю я вам еще некоторые дополнительные ссылки на публикации в интернете, на очень интересную книгу, на мой взгляд, связанную с темой персонификации обучений. Итак, существует два взгляда на смешанное обучение. Обыденный и так называемый с легкой руки Натальи Андреевой. Многие из вас, я думаю, знают этого специалиста очень популярного и известного в сфере смешанного обучения. И классическое. Так вот, смешанное обучение, названное классическим госпожой Андреевой, это совмещение обучения с участием преподавателя, с онлайн-обучением, которое предполагает элементы самостоятельного контроля учеником пути, времени, места и темпа обучения, а также ту самую интеграцию опыта обучения с учителем и онлайн. Так вот, понятно, что определений может быть много, о терминах мы можем или можем не спорить. По крайней мере, в рамках сегодняшнего вебинара я буду ориентироваться именно на это классическое обучение, и определение смешанного обучения, то есть акцентировать внимание на то, что смешанное обучение, которое не включает в себя самостоятельную постановку целей, свободный темп обучения, время, место, темп обучения, выбор материала, какой учить, какой не учить, возможность сдавать промежуточные и итоговые испытания, когда это удобно ученику, это и будет смешанным обучением. А вот то смешанное обучение в обыденном понимании, которое эти функции не предоставляет, эти возможности ограничивает или вовсе они отсутствуют, не является смешанным обучением в полном смысле. И сейчас я вас попрошу отнестись. Также выбрав вариант ответа, один из двух, какой из данных подходов представляется вам более профессиональным, более обоснованным, более научным? Выберите, пожалуйста, вариант ответа. Так, в чате идут ответы два. Коллеги, если вы работаете с мобильного устройства, то вы можете варианты ответа вводить в чате. Так, ага, вот из 32 проголосовавших вот появилось первое согласие коллеги с обыденным обучением. Вот, ну, понятно, да, можно использовать топор для того, чтобы построить кижи, а можно использовать топор для того, чтобы нанести кому-то урон. Да, вот. Как и все созданное человечеством, будь то топор или смешанное обучение, все может трактоваться по-разному. Итак, к сожалению, из 80 участников проголосовали далеко не все, к сожалению, но мы видим, что доминирует, доминирует у нас второй вариант. Иными словами, обыденный взгляд на обучение, и большинство проголосовавших, да, огромное большинство проголосовавших, 95% считает настоящим, да, смешанным обучением, то бишь профессиональным настоящим, именно классическое его определение. А вот это определение может рассматриваться как профанное. И здесь как раз мы и видим пример вот такого вот профанирования форм обучения. Ни чем бы... Вот. Так вот, возникает вопрос, да, который у нас был. Почему же случается так, уважаемые коллеги, что смешанное обучение не приводит к революции? Оно же такое гибкое, оно же предоставляет такие возможности и все такое прочее. А секрет в том, что мы переносим традиционное, привычное нам аудиторное обучение, да, на почву обучения смешанного. В традиционном обучении доминирует фронтальный подход, да, когда все в одно и то же время, по одной и той же линейной траектории изучают один и тот же материал и одновременно, как правило, сдают один и тот же экзамен. Это не значит, что в фронтальном обучении есть абсолютное зло. В нем есть масса преимуществ, и отказываться от него, по крайней мере, вовсе не обязательно, а реальность такова, что это невозможно. Итак, достоинство фронтального обучения. Оно обеспечивает единство содержания обучения для всей аудитории. Да, оно обеспечивает единую траекторию темп обучения, что в условиях массового обучения, естественно, совершенно оправданно. Ну и контроль обучения периодичен. Но каковы же ограничения традиционного обучения, которое потом копируется, транслируется и переносится в смешанное? Фронтальное обучение не рассчитано на учет индивидуальных мотивов и различий учащихся. Оно деперсонифицировано. Оно недостаточно по природе своей сцентрировано на обучающемся. Это не означает, что преподаватели, лучшие преподаватели во все времена умели, мастерства у них хватало ориентироваться именно на персону, на индивидуальность того или иного ученика. Но это очень часто бывало вопреки существующим установкам и правилам игры. Такие преподаватели очень часто становились, к сожалению, белыми воронами. Оно ориентировано на среднего ученика, обезличенного представителя учебной класса или группы. В результате кто-то отставал, кто-то уходил вперед, те и другие скучали, страдали и так далее. И управление учением в таких случаях не только контроль, но и управление учением не является систематическим и постоянным. У нас сейчас, мы пытаемся разнообразить фронтальное обучение, да. Если на занятиях имеет место абсолютно общий фронт, да, это когда один говорит, все слушают, да, все делают одно и то же. Но формы организации фронтального обучения могут быть более изощренными, и мы ими постоянно пользуемся на самом-то деле, да. Когда учебный процесс делится особенно школьные уроки, делится на какие-то фрагменты. Сначала, к примеру, учитель или преподаватель на уроке или там вузе на семинарском, лабораторном занятии, да, что-то объясняет, потом учащиеся делятся на группы, выполняют одну и ту же работу или по частям одну и ту же работу, но в конце концов должны прийти к какому-то общему результату. Вот. И, естественно, подобного рода формы мы можем разнообразить, но все равно в итоге интегрально. Да, в одно и то же время, пусть порциями, пусть и по частям, но по определенному графику все делают одно и то же, изучают один и тот же материал одними и теми же способами и с одним и тем же ожидаемым результатом. И у нас модны, основные моды, да, сейчас пришедшие к нам, кстати сказать, из Соединенных Штатов, основные модели смешанного обучения, да, и многие из вас слыхали, например, про перевернутый класс. Коллеги, кто не слышал про ротационные модели смешанного обучения, про перевернутое обучение, про ротацию станций, поставьте минус, да. Перевернутое обучение, это такое, грубо говоря, это такое обучение, когда теоретический материал, учащиеся изучают самостоятельно дома, а отрабатывают в классе. Понятно, это оно более индивидуально, здесь можно обратиться к индивидуальным особенностям ученика, поотвечать на них вопросы, но, отвечая на вопрос один, одного ученика, я, преподаватель, учу при этом всю аудиторию, весь класс, или актуальную в данный момент группу. Да, ротация станций, это учебный процесс, когда учащиеся переходят от работы в группах к работе за компьютером, к работе с учебником, к работе с преподавателем и так далее. Но все они проходят один и тот же материал. Ротация лаборатории, это то же самое, только учебный процесс, что-то они делают в лаборатории номер один, что-то в классе номер два, что-то там в поле, на ферме номер три и так далее. Большинство моделей смешанного обучения, я, к сожалению, но вы можете, коллеги, погуглить, тем более в презентации вы можете скачать и потом найти необходимые источники по этому вопросу. Итак, наиболее популярные у нас ротационные модели. Суть их состоит в том, что при изучении той или иной дисциплины или отдельного предмета, отдельной учебной программы, курса, на основе учрежденного графика или по усмотрению преподавателя чередуются способы работы с материалом. Но материалы один и тот же, процессы одни и те же. Хотя, конечно, такой учебный процесс более интересен. Как же нам выйти и сделать учебный процесс более персифицированным, более ориентированным на конкретного ученика? Очень просто, казалось бы, перейти от фронтального обучения, вот ее особенности перечислены справа, к нефронтальному. Итак, что такое нефронтальное обучение? Нефронтальное обучение имеет место в том случае, когда учащиеся достигают разных результатов в разное время, в разном темпе, разными способами. Они не только реализуют какие-то внешне навязанные школой, вузом, в ГОСом цели обучения, но и могут реализовать в рамках учебного процесса собственные цели, потребности и запросы. Если в ходе нефронтального обучения ученики осваивают разные фрагменты содержания курса в любом удобном им или согласованном с преподавателем и тьютером порядком, то в фронтальном, в фронтальном, простите, обучении фрагменты курса осваиваются одновременно. Да? В нефронтальном обучении аудитория работает в разное время и в разном темпе. Вот. Во фронтальном обучении аудитория работает в рамках заданных временных периодов, даже если это перевернутый класс или ротация станций. Одновременное начало и окончание работ над одним и тем же материалом в нефронтальном обучении носит случайный характер. Во фронтальном обучении начало и окончание конкретных работ, неважно какой это масштаб, курс, глава, раздел, параграф, страница, абзац, да, источник какой-то, начало и окончание работ, как правило, предписано, предзадано, регламентировано. В нефронтальном обучении имеет место индивидуальная программа для каждого ученика. Во фронтальном единая для всех программа обучения, которую, конечно, преподаватели высокого уровня педагогического мастерства могут разнообразить. В нефронтальном обучении на траекторию, на время и темп обучения, это разные вещи, оказывают влияние базовый уровень подготовки ученика, его индивидуальные запросы и инициативы, инициативы, а также ошибки. На траекторию движения ученика оказывают ошибки и успехи. Ага, ошибся, измени траекторию, пока не ликвидируешь эту ошибку. Ах, освоил побыстрее, вот тебе награда в виде задач повышенной сложности. Во фронтальном же обучении траектория, время и темп обучения одинаковы или более, или цикличны в ротационных моделях для всех обучающихся и регулируется учебным учреждением, а не и только учебным учреждением. Здесь уже регулируется и учеником. Ну и наконец, консультационное или тьютерское сопровождение в нефронтальном обучении осуществляется по требованию учащегося, чего нет, как правило, во фронтальном обучении. Добрый день, Раиса Николаевна. Итак, определение нефронтального обучения. Аудитории, учащиеся, реализуют разные цели, изучают разные фрагменты курса, в разное время, используют разные способы и средства обучения. Один учится по одному учебнику, другой по другому, а третий просто в интернете находит информацию. Затрачивают разное время для освоения каждого фрагмента курса, которые могут идти совершенно в разнобой. И случаи одновременного начала и завершения изучения какого-либо конкретного фрагмента являются случайными. Ссылка бледно-серым внизу есть. Как же это возможно? Не сказки ли это? Вот об этом мы и будем дальше говорить. Как это возможно сделать реальностью? Итак, я не призываю вас с руками полностью отказываться от фронтального обучения, от так называемого общего фронта, но существует величина, которая называется масштаб отсутствия очного фронта или масштаб персонификации или масштаб студент-центрированности и центрированности на обучающемся. Итак, что такое масштаб отсутствия общего фронта, масштаб персонификации? Самокупность учебного содержания, объем учебного материала, который изучается в конкретной аудитории в данное время не фронтально и называется отсутствием общего фронта, масштабом отсутствия общего фронта или масштабом персонификации, простите, вот пропустил букву. И масштаб персонификации может быть совершенно разных размеров. Мы можем сделать персонификацию в масштабе отдельного раздела курса. Четверти, недели обучения. мы можем сделать персонификацию целиком и полностью в очном обучении, а при помощи обучения с электронными или бумажными материалами сделать их фронтальным и так далее. И чем больше величина масштаба персонификации, тем больше организация обучения носит ориентированный на учащегося характер. И когда считается, да, считается, когда масштаб персонификации находится в пределах от 20 до 80 процентов учебной нагрузки студента, это приемлемая величина. Это приемлемая величина. Вот тогда обучение считается, когда он находится в этом диапазоне, да, от 20 до 80 процентов, тогда речь идет о чисто смешанном обучении. Таковы цифры. Но как всего этого достичь? Как нам персонифицироваться? А как нам центрироваться на учащемся? Я здесь позволил несколько извращенную цитату из Кая Торна, британо-американского специалиста по смешанному обучению, который прописал модель центрированного на обучающихся смешанного обучения. Извините, много букв, но что в оригинале и то я чуть-чуть сократил, правда совсем-совсем немножко. Итак, если наш ученик может получить онлайн или оффлайн оценку своего базового уровня подготовки в начале обучения, перед обучением, в середине обучения, на трех четвертях обучения и так далее, которая определила бы оптимальный для него и предпочтительный именно для него путь обучения, способы, средства, содержание, посещаемость, темп, сроки и так далее. Вот тогда мы можем говорить о персонифицированном обучении. Далее, мало того, что учащийся получил оценку текущей подготовки, текущая подготовка может быть и базовой, и заключительной, и серединной где-то. обсудить обсудить итоги этой оценки и последствия этой оценки с преподавателем, с тьютером, имеющим время на такое обсуждение. Далее, по итогам такого общения учащийся может выбрать индивидуальную траекторию обучения вместе с преподавателем, с тьютером, выбрать индивидуальную траекторию обучения, удовлетворяющую их насущные потребности в обучении. Далее, при этом он может приобретать необходимые знания и умения, формировать компетенции, проводить исследования, поиск, общаться в удобном темпе вместе сроках с удобными собеседниками. Понятно, все это в пределах каких-то разумных правил, но тем не менее все мы разные. Кто-то из вас не слыхал про перевернутое обучение, а кто-то слыхал. Кто-то слыхал про перевернутое обучение, но не слыхал, что оно принадлежит кратационной модели обучения и так далее. Все мы разные. Далее, если наш учащийся может изучать курсы по выбору с целью построения собственных баз знаний и навыков, начинает появляться через пень колоду и очень формально в нашей реальности. В Казахстане лучше, чем в России, в России лучше, чем в Беларуси. работать практически с коллегами и экспертами, в том числе находящимися с конкретными работниками, инженерами, программистами и так далее, в зависимости от той специальности, где он учится. Далее, чтобы учащийся мог отслеживать свои собственные достижения в обучении, фиксировать их в личном портфолио. Ну и, наконец, получать индивидуальное обучение, консультирование, тренинги, дополнительные задания тогда, когда ему удобно. Иными словами, он не только осваивает какую-то предметную область, которая существует объективно, но, извините, придумал Ньютон свою физику, ее нужно изучать. Но изучать ее индивидуально, так как мне удобно, с удобными целями, результатами и так далее. Вот в чем штука. Вот. И подобного рода обучение, центрированное на учащемся, и будет смешанным в полном, в классическом смысле определения этого слова. Вот, опять-таки, в классическом понимании госпожи Андреевой. да, это персонифицированное обучение. И мы будем чаще с вами много говорить сегодня о персонифицированном обучении, вернее, дальше только о нем и будем обучить. А как же воплотить все эти замечательные фантазии? А на самом деле не такие они уж фантазии. согласитесь, что школьные учителя довольно много, на сколько-то там процентов, да, вот масштаб персонификации, у кого-то 5, у кого-то 40, у кого-то 25, если он в малокомплектной школе, имеет место на самом-то деле. Вот. И воплотить это можно как раз через механизмы персонификации. Но прежде чем переходить к этим механизмам, я вам предложу несколько таблиц или несколько схем. Смотрите, вы берете свой курс, да, и вы думаете, как бы вам приблизить его к идеальному смешанному обучению. Ага, и смотрите, в соответствии с этой таблицей, Каэ Торна, получить онлайн или оценку. очно вы не можете организовать, времени у вас есть, создайте тест, да еще с обратной связью. Пусть он делает это оффлайн, или пусть в группе они решают какие-то проблемы. Будет он это делать самостоятельно или под управлением компьютера. Видите здесь многоточие? Вы можете продолжать эту таблицу вправо до бесконечности. Так, обсуждать итоги этой оценки. Ага, вам удобно, для вас рационально оффлайн оценку обсудить естественно с ним очно. Очно же выбрать индивидуальную траекторию для этого учащегося, вот, а потом предложить ему онлайн, оффлайн материалы, материалы для самостоятельной работы, может быть какие-то групповые работы, расписание консультаций. Вы это уже сейчас можете делать, вооружившись подобной таблицей. Но мы можем продолжить идеализировать наше обучение и продолжить мечтать, а точнее воплощать в мечты. Ага, мы можем каким образом, при помощи каких приемов и методов мы можем это сделать? При тестировании мы можем провести оценку во время лекции? Нет. А вот во время претестирования там на тренажере нужен. Обсудить итоги оценки и так далее мы можем на консультации индивидуальной с преподавателем, да, приобрести знания он у нас будет на лекциях или на уроках, на семинарах, да, опять-таки работая с какими-то интерактивными тренажерами или работая с учебниками с печатной продукцией. Дальше для конкретного ученика по итогам его оценки мы можем попланировать и траекторию, опираясь на этой таблице. Понятно, коллеги, что таблица достаточно условно и абстрактна, и вы можете ее творчески под себя переработать, я имею в виду переработать ее правую часть. И вы смотрите, что для этого ученика или для этой ученицы, для этого магистранта или аспиранта, да, здесь в первую неделю вы проведете беседу, которая будет связана, беседу и тестирование, или там предложите ему эссе написать, да, какое-нибудь, да, для того, чтобы обсудить, вы организуете им встречу с собой или с каким-то экспертом, на третьей неделе он напишет эссе под названием «Моя образовательная траектория», вы обсудите и выработаете что-нибудь вместе и так далее. И для каждого ученика вы можете это сделать индивидуально. Но у вас 30 учеников или 300 учеников, или 500 учеников, ну, если учеников 500 или 300 все решают проблемы с помощью интеллектуальных обучающих систем, но если у вас студенческая группа или класс, то вы можете хотя бы какие-то частички, какие-то там 20-30 процентов учебного времени отдавать нефронтальному обучению, превращая смешанное обучение не в профанное, а в профессиональное. Итак, что же делать нам для того, чтобы персонифицировать обучение, что нам делать ради персоны ученика? Здесь перечислено 6 способов, далеко не все, но думается наиболее важные, каким это образом это можно сделать. Я не буду сейчас подробно останавливаться на этом слайде, коллеги, далее все 6 пунктов описаны подробно. Но мы можем создать среду для обучения для нефронтального, а обучать фронтально. И, конечно же, в смешанном обучении, а смешанное обучение, поскольку оно связано с индивидуальным темпом, скоростью, задачами, последовательностью прохождения материала, гибкой, динамически настраивающей траектории, смешанное обучение обязательно должно содержать не менее, ну вот 20% это норма в Соединенных Штатах, норма нефронтального обучения. Не нужно выхолощивать и помнить вот эти основные признаки нефронтального обучения. Итак, первое из того списка богатая среда обучения. Для того, чтобы смешанное обучение было персонифицированным, а не фронтальным, мы должны создать богатую, разноуровневую и по уровню сложности, и по уровню обобщенности, абстрактности и избыточную учебную среду. Обращаю ваше внимание, на образовательную среду я не замахиваюсь. Сейчас говорю только об обучающей, чисто дидактической среде, которая естественно является частью образовательной. так вот это богато разноуровневая обучающая среда, то есть материалы и средства обучения. Имеется ввиду преподаватели, материально-техническая база, разного рода симуляторы, тренажеры, оборудование лабораторных, химических, физических, электротехнических и так далее. И эта среда должна обеспечивать учащемуся возможность выбирать. Во фронтальном обучении у ученика нет выбора, а здесь он может выбирать из разных учебных материалов и работать с одними и теми же или с разными учебными материалами по-разному. При этом мы должны иметь в виду, что часть информации должна быть унифицирована, представлять базовые для усвоения той или иной предметной области знания. А часть делать это более детально, более развернуто, на более глубоком или наоборот на более упрощенном уровне. Например, мы можем предоставить ученику выбор между аудиторными лекциями и видео лекциями. Хочешь ходить в аудиторию, хочешь смотри видео лекции. Очень популярно в тех же Соединенных Штатах, целые университеты так работают, вы можете предложить ему поработать с книгами наряду с лекциями или вместо лекции, или с файлами какими-то, с тренажерами и симуляторами, с играми с обратной связью, вопросно-ответными системами, электронными энциклопедиями или индивидуальным консультированием. А теперь, коллеги, я попрошу вас обратить внимание на эту серенькую планку, которую внутри, и ввести в чат соответствующий номер варианта ответа. В ваших, здесь и сейчас, в ваших учебных организациях создание богатой среды обучения нереально единица. Уже реализована двоечка, частично реализуема тройка станет реальным через один-три года. Ведите тройку. Ага, есть варианты три. Оказывается, ну, один-три года, среднесрочная перспектива, ну, средняя и промежуточная срочная, между средней и долгосрочной перспективой. оказывается, вполне реально. Не такая уж сказочная эта вещь, уважаемые коллеги, судя по вашим ответам, и все в наших с вами, видите, у кого-то один год, у кого-то три года, у кого-то семестр, у кого-то полтора, ну, и так далее. Но постепенно мы можем все больше и больше в рамке традиционного обучения внедрять неформальные вещи. Следующий пункт. Не пересекающееся содержание. Обучающие материалы, да, а также содержание устных лекций и разные способы взаимодействия учащегося с этим содержанием не должны друблировать друг друга ни по форме, ни по содержанию. В чем проблема нашего смешанного обучения тотально? Вот я работал в вузах Казахстана, Украины, России, Беларуси. Вот. В чем проблема? Содержание устной лекции абсолютно тоже, абсолютно тождественно или практически тождественно содержанию печатных материалов. содержание автоматизированных тестов или там контрольных работ для самостоятельной работы абсолютно или почти тождественно содержанию промежуточных и итоговых испытаний. Ну, кому охота учить одно и то же семь раз? Как же мы должны обеспечить эти непересекающиеся содержания? Очень просто. Устные или видео лекции не должны повторять друг друга. Электронные обучающие материалы не должны повторять устных. Они должны взаимно дополнять, уточнять, развивать друг друга, поддерживать друг друга. И поэтому можно четко перевернуть в классе. Теорию учим дома, практически работаем в классе. то же самое очень на многих инженерных специальностях или медицинских специальностях в наших вузах и так реализуется. Но у ученика должен быть выбор, какие из материалов и какие способы и источники их изучения выбирать. Итак, уважаемые коллеги, я пишу номер этого слайда, 23-й, то же самое. Видите, пожалуйста, цифру соответствующую. Нереально, реализовано, частично реализовано и реально через 2-3 года. Ага, вот видите, у кого-то это уже даже реализовано. Здорово. Оказывается, не так черт страшен. На самом деле, совсем черт не страшен. Нужно просто время и работа, ну и, конечно, правильный менеджмент, чтобы потом частично реализуемое или реально реализованное или реализуемое через 1-3 года не вышло боком ни учебному заведению, ни конкретному преподавателю. Для чего это нужно? Чтобы высвобождать преподавателя для более творческих работ, а не увольнять его. Следующий пункт. Оптимизировать информирование, применение и контроль. Дело в том, что у нас все еще доминируют по большинству специальностей информирующие материалы. Информируют у нас лекции, информируют всякие электронные учебники, справочники, задачники в ущерб тренировке, но не в ущерб итоговому контролю. А наша задача, и мы сможем перейти к полноценному, настоящему, профессиональному персонацентрированному смешанному обучению в том лишь случае, когда информирующих, тренировочных, обязательно скорректирующие обратной связью и контрольных материалов будет столько, сколько нужно конкретному ученику. положа руку на сердце, уважаемые коллеги, у гуманитариев есть столько тренировочных материалов, у студентов-медиков есть столько тренировочных материалов или столько тренировочной учебной нагрузки, точно так же, как и по инженерным специальностям. Главная эффективность достижения нужного уровня и усвоения, которые знает преподаватель и ученик. А если ученику нужно больше, чем знает преподаватель? Итак, коллеги, давайте посмотрим, насколько оптимальны по объему, по доступности ваши комбинации ваших информирующих, применяющих и контролирующих материалов. И может ли ученик прибегать их тогда, когда ему это нужно? Юрий Валентинович, я знаю, с контролем у вас все прекрасно. И это есть хорошо. Но у нас будет еще один пункт, как правильно использовать контроль, чтобы контроль не стал пугалом для учащихся. Да, я знаю, что не только с контролем. Но начинали это контролем и абсолютно правильно сделали. Начинаем, коллеги, все это делать, чего проще? Вам проще сейчас создать необходимый объем контролирующих материалов? Создавайте их. А мне удобнее начинать с тренировочных, потому что мне так хочется, имею право. Или наоборот, мне хочется контролирующих, а вам больше хочется тренировочных. организуйте, Николай Васильевич, чем надо провести так, чтобы они этого хотели. Для этого поставьте нижнюю планку, проведите предварительное тестирование. Вот я конкретно делал это так. Проводил предварительное тестирование и говорил, о, Ванечка или Машенька, прекрасно, я чувствую, вижу, знаю, ты продемонстрировал, что ты можешь учиться. у нас в Беларуси десятибольная система не ниже, чем на 7. Для тебя существуют отметки 7, 8 и 9 и 2. 5 и 6, ты способен учиться на 7? 5 и 6 не считается. Немножечко своего еще, но, в принципе, такое возможно. И так, как видите, и здесь не так страшен этот черт, но у нас, как правило, дефицит тренировочных заданий с корректирующей полноценной обратной связью. Далее, мы должны обеспечить полноценное управление учением. Собственно говоря, преподаватель только и тем должен заниматься, что управлять учением, а не знание транслировать. И существует, здесь перечислены основные модели управления учением. Бывает замкнутая модель обучения, управления учением, простите, которая постоянно обеспечивает информацию и преподающих, и учеников об их успехах и неуспехах по поводу каждой единицы учебного знания. Или замкнутая то, что у нас доминирует, непостоянная и несистематическая информация ученики. Вот, вот Юрий Валентинович Тихомеров отлично создал столь массу материалов, которые способны обеспечить замкнутое управление учением, коллеги. Прекрасные материалы у господина Тихомирова, которые здесь присутствуют. Разомкнутая это то, что у нас есть. Время от времени не систематически мы управляем учением, в результате чего могут накапливаться отставания, ошибки и так далее. Российное обучение извините, здесь ошибка почему-то, не учитываются персональные особенности ученика. Ну, меланхоник он или санглиник, быстро он учится или нет, да, вот, и направленная модель управления учитывает нужные персональные особенности ученика. Понятно, что управление может быть ручным, когда управляет учебным процессом преподаватель, автоматическим и автоматизированным. оно может быть монологическим, что имеет место при фронтальном обучении, да, когда мы линейно работаем с отсутствием диалоговой обратной связи, да, вот, напомню вам, отвечая одному ученику, я обращаюсь ко всему классу, а здесь диалогическое управление учением, когда мы адаптируемся к его успехам и неудачам и соответствующим образом регулируем и содержание и процесс обучения. Ну и в конце концов, когда мы говорим об измеримых результатах обучения, у нас есть вполне определенные результаты, которые мы можем измерить, да, измерить там объем комнаты или площадь куба, грубо говоря, а есть компетенции, и многие компетенции могут проявиться через 10-20 лет после окончания учебного заведения, вот, и мы можем управлять учением в условиях определенности и в условиях неопределенности, вот, так вот, правильные модели управления учением, да, как минимум, оно должно быть замкнутым, одно должно быть направленным, идеологическим, и чем более таким оно будет, тем смешаннее будет у нас смешанное обучение. Еще одно требование. Управление нужно не для контроля, управление нужно для мониторинга, и мы должны обеспечить безусловный приоритет мониторинга учения того, чем занимается ученик над и перед контролем. То есть, мы должны стремиться к тому, чтобы постоянно диагностировать успехи, отклонения и неуспехи наших уважаемых студентов, учеников, слушателей абсолютно своевременно, желательно мгновенно их корректировать не с целью контроля, а ради именно мониторинга с предоставлением корректирующих, то есть, отклоняющих от линейной траектории поведения. Процессы контроля и мониторинга необходимо развести, разделить друг от друга, отдав предпочтение мониторингу. И только хорошенько промониторив нашего ученика, отработав возможные отклонения и ошибки, мы имеем моральное право переходить к мониторингу. Так, но времени у нас мало, не буду опрашивать. Далее мы должны динамически строить персональные траектории, то есть, структурировать содержание, ход и скорость учебного процесса, исходя из уровня имеющейся подготовки, индивидуальных особенностей, запросов, интересов, потребностей нашего ученика, ну и, конечно же, и интересов заказчика в лице министерства, государства, школы, родителя, клиента и так далее. Вот. И мы должны поправлять персональные траектории в зависимости от успехов и неуспехов в текущий момент, чтобы динамически формировать индивидуальные программы обучения. Причем делать это могут как преподаватели, тьютеры, да, так и средства электронного обучения. Да, обеспечивающие автоматизированное или автоматическое управление учением. Вот. Я хотел, чтобы у меня получился сегодня не вебинар, а сказка. К сожалению, уважаемые коллеги, сказка становится былью, потому что, отвечая на вопросы, к сожалению, не все, но многие из вас писали два, три, ой, и четыре, да, то есть, реально через один-три года. Не получилось из меня сказки, потому что вы мою сказку сделали и делаете, уважаемые коллеги, былью. Так вот, для того, чтобы сказка сделать былью, чтобы сказку сделать былью, давайте начинать с малого. Давайте вводить нефронтальное, то есть, индивидуализированное, персонифицированное, студентцентрированное, как его ни назови, обучение с отдельных параграфов или глав, с недели обучения или месяцев или четвертей, с какого-нибудь вида работы. например, кто-то начинает с контроля, как Сергей Валентинович Тихомиров, да, кто-то с подготовки информирующих учебных текстов, где излагается тот или иной материал, или создаются разного рода там тренажеры, симуляторы, мультимедийные или реальные, да, какие-нибудь там симуляторы кабины поезда или симуляторы хирургической операции. Вот. Начните с чего-то одного, с чего-то малого и проведите это все по всему курсу. Например, да, я хочу остановиться на интерактивных тренажерах или на интерактивных опорных схемах типа как ушаталова. И вот я начинаю с них и делаю их по всему своему курсу. В течение полугода, года это вполне реально. И вы это продемонстрировали, уважаемые коллеги. Итак, резюме нашего сегодняшнего вебинара. Вы уже знакомы с этими шести пунктами, о них мы с вами поговорили сегодня, уважаемые коллеги. Вот. Просто я стремился к тому, чтобы мы с вами могли осознать, насколько реально осознать, что все в ваших руках, и это не фантастика, это не сказка, это просто вебинар. Вот. Так, я отвечу на ваш вопрос чуть-чуть позже, уважаемые коллеги, чтобы не занимать время. Я же благодарю вас за работу и приглашаю вас, если вы заинтересовались, как со всем этим работать более детально, на онлайн-курс связаны с работой профессионального преподавателя смешанного обучения. Вот здесь основные темы курса изложены, а в ресурсах курсу, да, вы можете скачать и программу курса, и содержание сегодняшнего, и презентацию сегодняшнего вебинара, и ссылки, которые выложил, о которых на YouTube компании Директ, на канал компании Директ Медиа, можете воспользоваться, и там есть ссылка на книгу, которую, которая посвящена персонифицированному обучению, небольшая по объему, но достаточно толковая книга. Вот. Итак, коллеги, я еще раз благодарю вас за работу, кто торопится, может с нами попрощаться, в том числе и по-английски, а я готов ответить на ваши вопросы, выслушать замечания, предложения, в том числе и критические. Вот. А сейчас попробую ответить, коллега спрашивает, работаю ли я сейчас в ВУЗе, и так далее. Нет, я сейчас в ВУЗе не работаю. Вот. Более того, в ВУЗе я перестал работать систематически в 2002 году. Вот. Поэтому я не веду сколько-нибудь серьезных курсов в ВУЗах. Вот. И если реально, в среднем у меня получается два небольших очных курса часов там типа спецкурсов часов на 12-24. Я работаю на коммерческих условиях, это накладывает определенные ограничения. Вот. Итак, коллеги, я еще здесь, надеюсь, я не пропустил ваших вопросов остальных. если заслушавшись собственной песни я как глухарих пропустил, просто скопируйте их, пожалуйста, в чат, теперь я буду повнимательнее к ним относиться. Да, я его время от времени посматриваю, Юрий Валентинович, ваш диск. Вот. Итак, коллеги, я не вправе задерживать вас. Напоминаю вам, что презентацию вебинара и несколько ссылок на материалы по смешанному обучению, на книгу по персонифицированному обучению, на канал YouTube и расписание вебинаров компании Директ Медиа вы можете скачать в ресурсах. Сегодня у нас там достаточно много материалов. Ресурсы. Значит, иконка ресурсы, коллеги, находится выше презентации правее смайлика. Вот, наведите на иконку правее смайлика курсор мыши «Показать ресурсы», нажмите на нее, да, и вы видите ресурсы, которые вы можете скачать, да, лучше обратиться к нижней части экрана, общедоступные ресурсы, подведите курсор к иконке перед названием файла, если эта иконка изображает дискету, нажмите «Скачать», вот, а если эта ссылка, нажмите на иконку ссылки, она такая круглая, откроется в новой вкладке этот ресурс, и вы можете сохранить у себя адресную строку. спасибо, коллеги, за внимание, за то, что посетили нас, пришли к нам, вот, и надеюсь, мы еще с вами можем встречаться, потому что сегодня в списке также были коллеги, с которыми мы давно взаимодействуем, что особенно приятно, вот, со многими из них мы развиртуализированы, со многими нет, итак, коллеги, есть ли у вас вопросы, замечания, предложения, идеи, жалобы, все, что сочтете нужным, вот, ну, еще подождем минутку, и если не выйдет больше вопросов, то, наверное, мы с вами сможем попрощаться, просто действуя шаг за шагом, вот, мы можем ввести разумный баланс, между фронтальным и нефронтальным обучением, между деперсонифицированным и персонифицированным обучением в нашей аудитории, и вовсе не нужно фронтальное, да, традиционное обучение выметать метлой, да, просто нужно сбалансировать то и другое, найти ту, то, то, то золотое не середину, то золотое сечение, которое обеспечит необходимый баланс между общим и персональным, да, между наукой и технологией, практикой, работой и выполняющимы человека, ну, вот поэтому на наши вебинары приходят люди и заказывают тренинги, семинары для того, чтобы улучшить стандарты управления в вузах или в корпоративных университетах, вот этим я больше как-то занимаюсь, нежели, тем более, что вузам предоставлено сейчас достаточно много прав для того, чтобы оптимизировать свои собственные стандарты и многие делают это достаточно успешно и интересно, но, но, опять-таки, коллеги, на что хочу обратить внимание, не сразу шаг за шагом, потому что нет идеальных, идеального смешанного обучения, да, потому что таких идеальных моделей, да, вот идеальную, возьмем 10 преподавателей, и они модель идеального обучения, которые я приводил, да, реализуют на своем учебном материале по-разному, в разных предметных областях свои нюансы, да, у гуманитариев будет одно, у инженеров другое, у физиков-теоретиков третье, у физиков, у инженеров-механика, те же физики, да, вот, механики, потому что будет другое и так далее. Ну, а вот это стандарты управления, Софья Владимировна, вот, и далеко не все, далеко не во всех и не всегда это системно, но есть абсолютно системные вузы, вот, в которых это совершенно системно, и, по крайней мере, то, что связано с посещением лекций или с просмотром видео лекций или работе в лабораториях вместо посещения лекций или выполнение исследовательских проектов вместо работы в лабораториях или проекта в лаборатории вместо лекций витамина и так далее, и так далее, вот, но там развита настоящая система тьютеринга, вот, сейчас коллеги из Казахстана пытаются ввести тьютеров, там два вида тьютеров, по крайней мере, согласно их законодательству, существуют, довольно интересные, но нельзя перейти к нефронтальному обучению сразу, понимаете, в Британии нефронтальное обучение появилось в 15 веке, в 17 веке оно стало доминирующим, с 12 по 17 век оно формировалось, вот, оно сформировалось в 17 веке, а мы топчемся, вот, на уровне 15-го, вот, такова реальность, такова реальность, вот, но не все сразу, не все сразу, уважаемые коллеги, ну что ж, у нас еще здесь, да, в 90-е годы инициативные вузы инициативные пользовались, а это потому, что есть фронтальное обучение, а есть фронтальное управление, да, помните, как там у Грибоедова фельдфебеля в Вольтеры, или в министры образования и науки, так еще фельдфебель должен быть квалифицированным, потому что фельдфебель фельдфебель рознь, ну и так далее, вот, ну, уважаемые коллеги, благодаря высокой конкуренции мы будем двигаться, мы будем отсталая догонять, но что-то будет делаться, если мы не хотим вовсе оказаться на задворках истории, так, насколько я понимаю, вот, Павел Юрьевич, надеюсь, здесь, Павел Юрьевич, если вы здесь отзовитесь, пожалуйста, касательно сертификата, вот, потому что я не в курсе, насколько я помню, компания Директ Медиа самостоятельно и бесплатно высылает сертификаты, фронтальное управление, так вот, я не против фронтального управления, но фронтальное управление, как и фронтальное обучение, должно оптимально сбалансировано сочетаться с, должно сбалансировано сочетаться с нефронтальным, да, баланс информирующих, тренировочных и контролирующих штук, да, но здесь организационных, обеспечивающих, процессных и контролирующих штук, да, должен быть. На самом-то деле, да, вот, вот это вот, собственно говоря, ну, не в чистом виде, да, но, по крайней мере, навеяно к кибернетическим подходам к обучению. Вот это вот схемка. Вот, и парадокс состоит в том, что, чем фронтальное, чем фронтальнее, то есть, чем разумкнутие, чем рассеяннее, чем ручнее, чем монологическое обучение, тем оно неуправляемее. Вот, понимаете? Управляется золотая середина, вот, а управляются не все, вот, не индивидуально, да, управляется стадо, толпа, до некого общность, ну, а в стаде всегда есть вожаки, а есть кто-то копытка, копытца подвернувший, вот, или прихворавший, ну, и так далее, и так далее. Персонифицировать надо. Вот. Ну, что ж, коллеги, давайте так, еще минутку-другую жду вопросов, и если их не будет, буду с вами прощаться. Так. Так. Мое впечатление по поводу качества выпускников возвращенных западной школе уже устоявшегося смешанного обучения. ну вы знаете я честно говоря специально вот этим не занимался впечатление эта штука такая достаточно субъективная но смешанность состоит в чем да что в аудитории работает одно лицо до материалы учебные бумажные и электронные учащийся изучает как бы самостоятельно а управляет его учением третье лицо под названием тьютор и тьютор не проверяет его знания тьютор проверяет его процессы да вот успел не успел во время не вовремя чем тебе помочь что лучше что ухудшить что добавить что убрать вот главное там существует не фронтальная культура вот чем дело там другие ценности образования другие другая степи свободы до социальной нравственной духовной исследовательской интеллектуальной свободы там выше ценится вот уникальности индивидуально человека нежели его выстраивание во фронт вот и говорится ты можешь делать все выполнив фронтальную часть вот обязательную фронтальную часть выполни справься сделай свое дело как нужно и это не подвиг до для для нашего работника очень часто он сделает как нужно как должно как правильно и это подвиг а сделать как нужно как должно как правильно как в нравственно законно технологично это норма и поощряется человек не за выполнение нормы а за перевыполнение за усовершенствование и так далее вот в чем разница так сама жизнь показывает насущность смешанного обучения дело в том что смешанное в смешанном обучение есть обязательно такой элемент как свободная самостоятельная работа когда сокращается аудиторная нагрузка и увеличивается в степень свободы и проблемы наших вузов и организации нашего смешанного обучения чем занять и как вот хорошо что я на этом слайде нахожусь и как управлять этой самостоятельной работой он там сидит что-то самостоятельно бубнит зубрит и так далее а как этим замкнут то направлено и прочее прочее управлять да в британских университетах управляется очень просто студент пишет 35 сс в неделю в неделю и по 23 часа каждое из этих эссе защищает с пеной урта перед тьюторами вот она из вот так она и замыкается вот так она становится направленным так она становится диалогичным и отрабатывается и рутинные работы но в конце концов таблицы умножения нужно знать да вот вот но и как таблицу умножения творчески применить неопределенный результат вот вот это вот уж штука вот и здесь закончить обучение все хотят потому что опять таки да это причем без внимания нас носят на руках за норму награждать нужно не за то что космический корабль полетел это нормально а награждать нужно за то что он полетел в два раза быстрее в 7 раз точнее в 25 раз экономичнее и не взорвался вот не взорвался это норма вот за это награждать не надо нужно награждать за то что он был бы больше груза до более эффективно с меньшими затратами то есть и так далее приходит человек из зимы пересчитываю студентов на лекции вот если этих этих лекций 12 16 часов в неделю пусть приходит и пересчитывает как в нормальном вузе до 15 20 а остальное лабораторные самостоятельные работы вот и опять опять таки менеджмент когда приходит человек из ума еще и пересчитывает где-то это нужно где-то это не нужно для кого-то это полезно опять таки персонально нужно решать почему студент отсутствует а почему не отсутствует может ему может он вот эту проблему у студентов программистов да к примеру как правило люди изучающие там прикладную математику да и другие там мехматовцы радиофизики и так далее уже работают серии айтином начиная со второго третьего курса к четвертому пятому курсу почти поголовно они все работают да так вот студент очень часто пусть по за узким вопросам или там по каким-то отдельным дисциплинам может знать гораздо больше чем преподаватель интересно ходить на лекции потому что он у себя на производстве работают на какую-то там антанту да сидя там в минске в москве или там в воронеже или в гомеле и так далее так а есть такое что крупные западные вузы имеют право для себя несколько изменять образовательный стандарт но вообще очень многие крупные западные вузы вообще не имеют образовательного стандарта или эти образовательные стандарты в них носят рекомендательный характер ведь студенты в рамках смешанного обучения могут выбирать разные курсы на западе и в условиях очного обучения они выбирают разные курсы вот именно потому у них более персонифицировано обучение нежели у нас у нас вообще раньше не было никакого выбора а теперь выборы есть до курсов нет вот их нужно как-то засчитывать может быть есть публикации чтобы не загружать эфирное время единственное что я хочу сказать погугли те там кредитно-бальная система в зарубежных вузах этом система кредита в зарубежных вузах и вы найдете вы нароете даже популярные материалы по этому поводу дадут вам много материала есть такие материалы вот там написано каким образом засчитываются есть обязательные есть факультативные и есть ли дополнительные да я учась на факультете искусств да имею там одну-две обязательных дисциплины семестр там две-три по выбору и могу еще ходить на факультет биологии там и слушать и не знаю что там нейробиологию потому что мой диплом будет там автоматизация творческих процессов или там автоматизация художественного творчества так ну что ж коллеги наше время уже не вовсе истекает и пожалуй я тогда буду отключаться создание смыслов ну очень просто очень просто до воспользоваться какой-нибудь технологии методика или парадигмы обучения работающие со смыслом например социальным конструктивизмом конструкционизмом и психологическим подходом в духе бахтина шострома извините бахтина шотора верча это культурно-историческая школа культурно-исторической психологической педагогики американской очень интересные у них там есть вещи вот работа со смыслами это 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 особая работа вот и если определенные технологии тем более бывают индивидуальный личностный смысл да вот а есть какой-нибудь там трансцендентный сакральный смысл и так далее вот самое простое создание смысла в рамках смешанного обучения как раз смешанное обучение этому очень способствует в рамках обычного доброго социального конструктивизма что это значит для тебя как усовершенствовать то-то 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 там главной ценностью обучения является усовершенствование изменения мира но это уже усовершенствование изменения мира это уже анархическое обучение либеральное обучение антипедагогика и так далее вот и там наработана куча куча подходов группа новое французское образование выскочила из головы фамилия очень популярного антипедагога символ пайперт и пейперт правда это уже конструкционизм на уровне там идеологии искусственного интеллекта работал со смыслами погуглите книги по педагогике по обучению сеймара пейперта вот там тоже впал достаточно много смыслов ну что ж коллеги благодарю вас за внимание и за вопросы вот очень такие глубокие и острые вот а мы уже не будем любезно предоставивших нам площадку компании директ медиа лично уважаемого павла калиникова поблагодарить за возможность пообщаться и надеюсь не в последний раз а уважаемые коллеги я со своей да я со своей стороны благодарю владимира за замечательный вебинар на котором вы задали такое большое количество вопросов значит он сумел вас расшевелить значит не только фронтальное обучение сегодня было большая обратная связь не каждому это удается но правда не каждый ставит такую цель на вебинаре ну что ж я думаю наш сегодняшний вебинар и его запись это будет одну из наших жемчужин кто не смог посетить и кто хочет еще раз пересмотреть через пару дней появится это все на нашем учебном канале милости просим а мы как всегда приглашаем вас на все наши вебинары у нас много интересных спикеров еще новые появятся давно я договорился с теплицей социальных технологий о выступлении будут еще интересные выступления возможно у нас выступит стас козловский из википедии но пока это так не не очень точно а вот в общем ждите интересных спикеров мы мы для вас стараемся мы приглашаем тех кто наиболее интересен всем спасибо встретимся на новых вебинарах еще раз спасибо владимир спасибо